9 августа. Почему-то здесь документ прикреплен. Сейчас посмотрю, что такое. Наверное, то же самое. Мы продублировали во всех возможных источниках, я так понимаю. Минуточку. Как он у меня умный. Минуточку. Ох, какое письмо. Так, сравниваемся с этим. И смотрим. Да, это дублирование в Word. Так, 9 августа. Александра. Письмо называется «Не может ездить в автокресле». Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Александра. Спасибо вам большое за ваш труд. Скольким родителям вы помогаете справиться с нелегкими ситуациями в процессе воспитания детей? Спасибо. А главное, столиким деткам помогайте избежать сложности в будущем. Очень надеюсь на это, что да. Всего вам самого наилучшего. Отдельная благодарность мужу Евгению за монтаж видеороликов. Передаю. Что Евгений? Как она тебя называла? Юджин? Юджин. Юджин. Что Юджин скажет? Очень много полезного. Мы с мужем уже подчеркнули из ответов на заданные вам вопросы. Но есть одна тема, которая, кажется, еще не обсуждалась. У нас мальчик. Возраст 1 год. Родов срок на 38 недели. Самостоятельный, без осложнений. 8-9 по шкале Афгар. Развивается ребенок хорошо. На учете ни у каких специалистов не состоим. Единственное, что могу отметить, с первого месяца жизни Брызда прибавлял в весе. Вес при родах 3,350, как у меня у Сашки и у Кати тоже. В месяц был 5,340. Ничего себе, 2 килограмма где-то нажил. На данный момент весит около 12 килограммов. Год 12 килограммов. Ну, такой крепыш, да, мужичок. Рост 78. Ребенок на грудном скармливании, без смеси. Прикор из 6 месяцев. Сейчас меню довольно обширное. Грудью кормлю только перед сном, иногда ночью и утром. Режутся сейчас зубы. Всегда был немного ленив, но, видимо, из-за веса. Категорически отказывался лежать на животе. Совсем не ползал. Но сейчас хорошо ходит за руку и вдоль опоры. Очень хочет бегать. Залезает на все возвышенности ступеньки. Во все ящики. Таскает вещи по дому. Собирает пирамидки. Заводит елу. Складывает мячики в банку с отверстиями. В крышки и прочее. В общем, думаю, все по возрасту. В этих вопросах переживаний нет. Но я бы, знаете, только за что переживала. Но это потом его нужно будет оттестировать. Если у него хорошо будут получаться межполушарные упражнения. Такие, как велосипед. Самокат. Попеременные движения. То есть, для чего мы ползаем? Мы не только же. Это еще один этап вертикализации, скажем так. Это межполушарные связи, между прочим. Когда ребенок ползает, он делает попеременные движения. Что стимулирует развитие вот этих вот межполушарных связей, которые очень в будущем нам нужны. И если ребенок не ползал, пропустил этот момент или ползал через ходьбу. То есть, сначала пошел, а потом пополз. Или сначала пополз, а потом сел. Ну, в общем, сделал что-то наоборот. Оно периодически вылезает в процессе обучения. Поэтому, если у вас, когда ваш ребенок пойдет в школу или в старшей подготовительной группе, у вас будут какие-то к нему вопросы, что он малоусидчив, малоподвижен, тяжело ему даются те или иные... Как будто на нем уже тяжело даются какие-то выводы, плохо пишет, плохо запоминает, не учатся стихи. Ну, вот хоть что-нибудь будет из нормы вываливаться. Имейте в виду, что эти причины могут вылезать из того, что он не ползал. Поэтому это просто к нейропсихологу. Она пишет вам курс занятий, который вы дома можете делать, на том же балансире, кидать мячики, попеременные какие-то вот эти вот движения делать. Ну, в общем, поработать на межполушарку то, что он не наработал в свои 6 месяцев. Вот так. Не пугаю, но вот пусть у вас галочка такая будет. Так, в общем, думаю, все по возрасту. Но есть трудности при поездках в автомобиль на дальнее расстояние. 200 километров, 2-2,5 часа езды. В связи с командировкой супруга, примерно с 2-х месячного возраста мы с сыном часто ездим к бабушкам и дедушкам. Но из-за огромного количества поездок более-менее спокойных было около 3-х. В первом месяце плакал и не мог уснуть без груди. Мы останавливались, кормили, он засыпал. Мы ехали дальше. А что в процессе не делали прям? Едем и кормим. А, или вызрулем, наверное. Думали, что что-то изменится, когда он подрастет и будет ехать лицом вперед. Но ничего не вышло. Первые 25-35 минут ребенок сидит спокойно, наблюдает с дорогой. После начинаются крики. Плача никакие способы его успокоить не могут. Вот, может быть, вот это как раз этот... Межполушарка. Да, межполушарка, мужичок. Им страшно становится. Пойте, как я вам рассказывала, что мальчик писает в унитаз, да, у него там блики. Эти блики бьют болью прям реально по глазам. И он вот отказывается писать в унитаз. Не могли понять чего. Это все как сенсорная интеграция. А она же сенсорная интеграция. Хромать начинает, если мы не по полочкам проходим всю вертикализацию. Вот это вот тело в пространстве прорабатывает себя не по полкам. Это может быть тоже от того, что ему может быть страшно. Вот это вот мелькание. Он не чувствует опору земляную, скажем так, и глаза не цепляются за предметы. Мы же сейчас глаза закроем и будем ехать в машине с закрытыми глазами, нам тоже будет дискомфортно. Или мы когда будем идти с закрытыми глазами, дискомфортно, потому что у нас ориентир на зрение, да, у большинства. И зрительный анализатор в мозг посылает, что вертикализация вот так, да. А стоит что-то куда-то перевернуть, и глаза закрыть, и все, мы все потерялись. И нам тоже будет некомфортно, может быть, как вот этому вашему сыну в машине, и он начинает плакать. Мы-то сказали, стоп, и открыли бы глаза, да, а он плачет. Но это одна из причин, в общем, это сенсорная дезинтеграция. Так, а если и действует, то только на кратковременный период времени. При этом его не тошнит. Стараемся ехать ровно, чтобы не укачивал. Проволю менять температуру в машине, чтобы было не жарко. Подкладывали разные преды и подушки. Перестегивали кресло на передние сиденья, кормили. То есть в окошко ему, вот видите, многим-то глаза поставили в окошко, и все, и нормально, да, и поехали. А он глаза в окошко ставит, что это? Его, наоборот, дезорганизовывает, скажем так, выбивает с клеем, как глаза на окружающего. Глаза в зеркало успокаивают или, наоборот, его будораживают? Скорее всего, наверное, будоражит. Кормить, поить, громохать игрушками, петь песни, показывать книжки, считать машины за окном ничего не помогает. Единственный способ успокоить, взять на руки, он большую часть дороги, ну, большую часть дороги, мы едем по скоростному шоссе, где нет возможности, конечно, остановиться. А когда удается встать, он уже может так закатиться истерикой, что приходится успокаивать грудью. В общем, из сложившейся ситуации сделали вывод, что сын категорически не хочет сидеть пристегнутым в кресле. Пробовали терпеть, может прокричиться и перестанет. Но после 15 минут он уже не кричал, а плакал, а как-то даже рычал. Сердце, конечно, не выдерживает. Не совсем понимаю, считает ли данную ситуацию той самой истерикой ребенка манипулятора из разряда конфетки на кассе. И раз мы, да нет, раз он переходит уже в какие-то хрипы, значит, это манипуляторы, они обычно недели, а самые большие, они сдаются. Они понимают, что тут дело не прокатит, и все. А вот если истерика продолжается дальше, ребенок уже в бессознательное какое-то пошел, это уже, да, что-то по психике пошло. И раз мы рано или поздно все же останавливаемся и вынимаем его из кресла, выходит, потакаем ему и поощряем его плач. Но если это что-то уже с восприятием, то надо уже что-то делать. Как правило, манипуляторы, они падают на пол. И если там в ближайшие 5-10 минут зрители есть и удовлетворены потребности, то все, ну, манипуляторы, честно говоря, видно. Они хитрые, они плачут без слез, они все время в щелочку подглядывают за вами, они все время, сразу же закрывается рот, когда их потребности удовлетворены, да. А когда все-таки ребенок закусил у дела и прямо орет, и ему окружающие не нужны, ему действительно плохо, ну, видно таких же детей. Но ведь он так плакал всегда, а годик ему исполнился лишь в июле. Совсем маленького ведь не оставишь такой истерики, конечно, нет. Опытным путем выяснил, что на некоторое время, примерно минут 30, его отвлекает наш советский Винни-Пух. Никакие другие мультики его не интересуют вовсе. А этот смотрит и, кажется, даже переживает вместе с Пухом все его приключения. Одинаковые по комплекции, да? Понимаю, что для мультфильмов он еще слишком мал. А, ритм, да. А, да, правильно, вот Женя сейчас подсказывает, что все истерики, они успокаиваются ритмом. Почему мы всегда говорим, поете, хлопайте, танцуйте, марши и так далее, колыбельны. И вот вам, ритм, куда идем мы спит очком, большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем, нет-то, нет-то, нет. Да, этот ритм, скорее всего, да, начинает подкорку успокаивать. Какое-то время он цепляется за этот ритм. Так, понимаю, что для мультиков он еще слишком мал, но решили, что уж лучше мультики, чем такой стресс. Да, ну, Винни-Пух, он классика, его можно, он хороший. Наверное, все дети что-либо, да, не любят, но как же тогда быть? Неужели совсем отказаться от поездок? Не было ли в вашей практике подобных случаев? Может, что-то посоветовать заранее? Спасибо. Было, было, вот, например, как я и говорю, вот, писают ванитаз и глаза режут. Переворачиваешь ребенка, в другой стороне сажаешь, он орать начинает. Потому что это... У Джин Арис очень хорошо это прописано. Че? Микрофон украли. У Джин Арис это хорошо очень прописано. Когда? Значит, сейчас я постараюсь объяснить. Представьте пирамиду. Мы от низа этой пирамиды растем к верхушке. Когда мы до верхушки дошли, до когнитивных всяких наших способностей, это все верх эволюции. Все мы начинаем, наше развитие от рождения. Это проработка мышц. Ощущения, таких животных ощущений по коже больно. Значит, кожа должна понимать, где колючая, где острая, где мягкая, пушистая. То есть, мозг заранее должен оценить, падаем мыли в подушку или в битое стекло. Нам не нужно же во взрослом возрасте пробовать это, да? Мы это все попробовали в детстве, и это уже прописалось. И это все кожей, мышцами, мозгом, пальцами, ногами. То есть, это все проработалось. Глубинные ощущения в мышцах. Мы, вот это, вот это вот внизу, вот это вот на треугольнике базы, это все вот это вот проработка тела в пространстве. Все это происходит у нас до года. Может быть, дышит? Ну нет, до года, пока не встал, да? Последняя вот эта ступень вертикализации, пока не встал. Мы должны поползать. А, ну все это начинается с чего? Мы голову подняли, да, сначала, потом перевернулись, потом мы сели, потом мы поползли, потом мы через опору встали, без опора встали. Вот это проработка тела в пространстве. Качаемся, падаем, с какой силы упасть, как нам нужно бежать, или как извернуться в пространстве, чтобы упасть правильно. Ну, понимаете, то есть, если мы это тело плохо проработали в пространстве, следующий этап, который вот так покороче, потому что треугольник пошел, следующий этап уже пойдет криво завязываться. А следующий этап – это психические процессы. Речь, мышление, понимание, сознание, когнитивные все. Вот сюда вот мы все идем. То есть, мы сразу начинаем почему-то с психических процессов. Нет, база – это тело, это мышцы, это мужичок, вестибулярка. Вот ее нужно проработать. Это к чему я все говорила? И вот таких детей видно, которые боятся качаться на качелях, кататься на велосипеде, скатываться с горки, залезать на лестницу. У них, значит, и сбой в психических процессах, и в мышлении, и дальше в доверии, в приспосабливании в мире тоже пойдет вот легкий, скажем, ну, не сбой, а все уже не в норме, не так как. Как-то вот так, по-другому. И речь, может быть, задерживается, потому что речь ложится только на проработанное тело хорошенько. К чему все это? Год. Так как я не лынская, и так как я Джин Арис до конца так и не дочитала, и так как у меня опыта в этом деле, во всей этой сенсорной интеграции в лынской, опыт есть только, скажем так, теоретически, и на 20%, скажем так, практически, ну, вот так 20% скажу, потому что слышала, видела, наблюдала, может быть, одному, там, двум помогла решить этот вопрос. По сравнению, опять же, с лынской, потому что она уже, там, сколько, 5 лет, допустим, работает, у нее, там, по 300 детей в год. Она, конечно, больше здесь знает, и так как преподавала, и всю жизнь этим занималась. Вот, я, мне только вот почему-то так нутром животное такое, как это говорится, чуйка такая, инстинкт, чуйка подсказывает, что, возможно, из-за того, что вот этот нижний пласт не был проработан на 100% так, как положено, и вообще, вот, надо попроверить этого ребенка на ловкость, на, как он падает, стукается ли он об косяки, как он группируется, упадет ли он там, где обычно не упадет. Вот, вот, мне кажется, это вот отсюда и езда в машине. Это вот мужичок, вестибулярка, мне кажется, они очень связаны, потому что в машине, если я сейчас сяду на заднее сидение, уткнусь в телефон, или начну что-то читать, или закрою глаза, или сяду вообще наоборот, минут 5-10, ну, самый большой, 15, у меня начнется дезинтеграция вот эта вот по полной программе, мне начнет тошнить, у меня будет голова кружиться, я буду нервничать, я буду стерить, я буду, ну, тревожно себя чувствовать, дискомфортно, мне нужно сесть вперед и смотреть вперед. То есть я не буду вот эту вот дорогу. Каждый раз, когда машины поворачивают, мы должны к этому подготовиться. Вот я сейчас подготовилась, а я подготовилась в одну сторону, машину повернула в другую, мужичок вообще дезинтегрирован, и посылает неправильный сигнал вообще по всему мозгу. Опять же, к чему я это? К тому, что движение, мы должны видеть движение, и мы должны к нему готовиться, к этому движению, и мозг должен подготовиться к этому движению. Может быть, его дезинтегрирует движение в машине из-за того, что нижний пласт не проработан, тело, мужичок, координация, вестибулярка не проработаны. Вот единственное предположение. Все. Я бы, конечно, сказала, что мягко, трет, жестко, малое ему сидение, кресло. Но вы сказали, что вы все уже проверили. Пели, танцевали, всякое прочее. Вот проверьте это. В год я не знаю, как это проверить. Но вот жалко, нет, Светлана Юрьевна, я бы, наверное, посоветовалась с этим вопросом. Можно годовалого проверить на сенсорную интеграцию? Мне кажется, можно годовалого ребенка. Не знаю. Не было у нас практики, чтобы годовасик приходил. Год 3 к Светлане Юрьевне самый маленький приходил, да? Год 4. Про годовалого не скажу. Значит, если у вас в окружении единственная будет рекомендация, есть нейропсихолог, я пошла бы к нему. И сказала бы вот это, вот это, и то, что я сказала, и то, что ваше наблюдение. Может быть, есть какие-то тесты. Я же не знаю всю эту нейропсихологическую диагностику, коррекцию и так далее на 100%. Может быть, есть какие-то тесты, где можно его... А может быть, вам задают вопрос и спросят, как он падает. Падает ли часто? Спотыкается ли? Может, он перепрыгнет с кочки на кочку? Как он хорошо залезает вверх с лестницы? И вообще, поедет ли он с горки? Многие орут и не поедут вообще с горки, потому что уже земля ушла. А они должны застолбиться, с землей иметь соприкосновение, чтобы ему совершить те или иные действия. Как только ребенка сажаешь вот на кашлы, да, кашла, как это называется, на плечик папе, он начинает орать, потому что его оторвали с заземлением, и у него уже вестибуляр, вот опять же, неправильные сигналы пошли в мозг. Вот это я видела, да. На проработку тела, и тогда все, можно сидеть на плечах, и тогда его это не пугает. Ну, в общем, я видела таких детей, не знаю, с этим ли у вас связано или нет, но единственное предположение, которое у меня есть, это вот такое. Вот, что скажет нейропсихолог? Ждает ли, когда он будет постарше, сможет выполнять, либо он ему скажет, поползайте, пожалуйста, до ума, а как ребенка ползать заставить? Либо с ним в игровой форме, либо какую-то наклонную поверхность, 45 градусов ставится, и его наверх сажается, ему ничего не остается делать, как вниз ползти. Это еще Глэнд Доман придумал, потому что он говорил, что тоже этот этап пропустить нельзя, и когда он видел, что ребенку 7-8 месяцев, обычно это делается, конечно, не когда ему 5-6, но что это глупо уже ползать, тут уже связи сформировались, да, какие-то определенные компенсаторные там какие-то функции включились. Вот, а когда мы видим, что ребенок 7-8-9 месяцев не ползает, и вы пробуете с ним ползать на ковре, стимулируете вот таким образом, и он все равно не ползает, тогда Глэнд Доман придумал вертикальную вот эту вот, ну, как с горки сняли вот эту вот, как это с горки, которая съезжает, штука называется-то? Ну, с горки как будто сняли вот эту штуку, дома где-то поставили под 45 градусов, и ребенка наверх, ему ничего не остается делать, назад там у нее ухлобысь он свалится, через бортик он не поет, он автоматически начинает ползти. Может быть, нейропсихолог скажет, что достаточно вам месяц поползать, и вот эти вот мужичок, вестибулярка догонятся, и он не будет бояться ездить в машине. А может, она вообще скажет, что это не с этим связано. Ну, мне прям вот на 99% кажется, что это там кроется. Все, Александра 9 августа не может ездить в автокресле. Надеюсь, помогла.